В прошлом году первый весенний сев начался 22 апреля. Тогда стартовали лебедевцы. Погода стояла жаркая, земля подсыхала. Механизаторы вывели пассивные комплексы в поля. В этом году все по-другому. Сильные ночные заморозки, даже отрицательная температура днем. До сева еще далеко, но в хозяйствах планомерно готовятся к выходу в поле. К первому выходу в поле вакцинированном обществе «Заречное» готово все. Нет только тепла. В это время мы в поле уже работали, баранили все. А нынче пока никак. Сейчас только приехал с поля, посмотрел, земля мерзлая, прям мерзлая, как монолитная глыба. Больше 10 градусов сегодня у нас мороз тут был. Немного прогреется земля и начнут баранить. Тем временем семена к будущему урожаю почти все готовы. Еще в начале весны их проверили в Росфельхозцентре на всхожесть и засоренность, на вредители и другие показатели. Результаты отличные. Семена рапса уже протравлены, готовы к посевной два сорта пшеницы. Новосибирская 18 и Трезо. Время обрабатывать Новосибирскую 31. Ее в хозяйстве посеют больше. 31 то, что у ней качество зерна лучше. Вот клейковина была вот в этой вот, в частности, пшенички до 34%. Ну, конечно, покупатели там уже всякими путями анализ уменьшали все это, но до 27-24% все ушло на ура. Защитить растения от болезней и вредителей на начальной стадии развития помогает протравливание перед поселом. Семена обеззараживают, обрабатывают стимуляторами роста. Это поможет получить ровные, дружные всходы. На очереди обработка ячменяя и овса. Все сорта размещены по разным складам, чтобы не смешивались. В Заречном выстроены три новых амбара. За лето необходимо возвести еще два. После введения в оборот 2000 гектаров легостаевских земель в посевной площади увеличатся. Зерно потребуется больше места. Это сульфомофос плюс азот, фосфор. Заречницы работают сложными удобрениями. В первую очередь будут кормить пшеницу и рапс. Купили новый посевной комплекс. С его помощью можно будет носить удобрения ниже горизонта семян. Так будет лучшая отдача. Осталось дождаться тепла, чтобы начать новый полевой сезон.